Ушедший год запомнился рядом новых казахстанских картин, пополнивших отечественный кинематограф. Среди них и тяжелейшая драма «Омрай», и несравненный в кавычках «ритм города», рассказывающий о нелёгкой судьбе алматинских стритрейсеров, и биографическая лента «Кунанбай». Нельзя не отметить и фильм «Свадьба на троих», ставший комедийным хитом первой половины года. Так ты скотина, Азов. Ой, извини. Птичка в клетке. Мы сделаем, мы сделаем самую лучшую свадьбу в этом городе. Я тут составила список гостей. Я тут половину даже не знаю. Это свадьба. Не знать половину гостей – это традиция. Не слишком скучное платье, а? Я убьюсь когда-нибудь из заднего хвоста. После этого на отечественные экраны вышла лента «Весь мир у наших ног», в которой помимо казахстанских актёров снялись звёзды Голливуда. Среди них Майкл Мэтсон, Кэрри Тагава и другие герои боевиков. Ты ведь знаешь, любимый, они найдут нас в любой точке мира. Продолжая тему голливудских фильмов, отметим, что на экраны вышло несколько американских картин, переведённых на казахский язык. Так на государственном заговорила «Золушка», отряд супергероев, именуемый «Мстителями», легендарный британский разведчик Джеймс Бонд, ну и, конечно, герои саги «Звёздные войны». Голливуд Голливудом, но вернёмся к отечественному кино. Немало шороха навела лента «ЖАД» Ермека Турсунова, попавшая в лонглист номинантов на «Оскар». Несколько наград и зрительских отзывов набрала и короткометражная картина «Шлагбаум» режиссёра Жасулана Пошанова. Неволт. Хозяйка, Яры кушать. Игорь, я каиднах, что мы берёмся, и мы берёмся. Потому что меня просим. Знаем, что это скажут. Мы рассчитываем только на себя. А у вас постоянно крыша. Кто-то там помогает. Брат, друг, отец. Надо рассчитывать только на себя. Пожалуй, главной актрисой года стала Оружан Джазельбекова, которую похищали аж в трех отечественных фильмах. Вышеупомянутой «Свадьбе на троих», продолжении легендарного рикетира и главной премьере осени, ленте «Побег из аула». Декабрь же ознаменовался двумя картинами. Новогодней комедией «Алдар Косе» в 21 веке и дебютным продюсерским проектом «Асель Садвакасовой». Драму «Адель» восприняли как наш ответ американской ленте «Спеши любить». Пусть наше приключение продолжится. Словом, год был богат на яркие премьеры. Верим, что и 2016-й будет не хуже и порадует любителей кино интересными картинами.